Дорогие друзья, рада вас приветствовать! С вами Надежда и сегодня хочу поговорить про такую специи, как гвоздика. Большинство домохозяек держат на кухне баночку с гвоздикой в качестве приправы, но многие даже не догадываются о пользы, тонах вот такого вот тропического растения. Почки гвоздичного дерева славятся не только жгучим вкусом и пряным ароматом, но и лечебными свойствами. Эту специю издавна используют в рецептах народной медицины и для лечения многих заболеваний. Чем же полезна вот такая вот пряная ароматная специя, то есть ее запах ни с чем не перепутаешь. Ее используют для лечения простудных заболеваний. Это прекрасный антисептик, снижает болевые синдромы, способствует заживлению ран на коже, регулирует ободжикотен, избавляет от зубной боли, неприятных запахов во рта, укрепляет вкусную тканку, веносные сосуды и в принципе даже говорят, что предотвращает развитие раковых клеток. Кроме того, гвоздика успокаивает нервную систему, борется с испалительными процессами в организме и является антипаразитарным хорошим средством. И также борется еще с перепадами давления. Смотрите, такой вообще громадный спектр действий. Вот такой вот маленькой, таких маленьких бутончиков ароматных. Также мы все очень любим глинтвейны, напитки делать из гвоздики, добавлять к мясу. Но на самом деле не всем она полезна. Есть противопоказания при повышенной кислотности, например, беременным это может быть, кормление грудью тоже изменяет вкус молока. И поэтому всегда надо смотреть и хорошо может даже проконсультироваться с врачом, если мы используем ее активно в лечебных целях именно. Особенно полезна гвоздика для женщин, для женского организма. То есть препараты, которые изготавливаются с использованием гвоздики, они благотворно влияют на гормональный фон, способствуют избавлению дискомфорта во время ПМС, во время климакса, налаживают репродуктивную женскую систему, борются с бесплодием женщин. Также тупренность способствует улучшению психоэмоционального фона, помогает справиться с напряжением, со стрессами. Чем же она еще хороша? Ее применяют для гинекологических, для лечения проблем с гинекологией. Также она используется для профилактики злокачественных опухолей. Хорошие болеутоляющие средства, как я уже говорила, что если рудная боль, то можно полоскать отвар гвоздики. Также это средство очень хорошее антипаразитарное средство. И ее используют и как для профилактики, и даже в традиционной медицине тоже она у нас есть. У меня, например, известны такие средства, как тройчатка Эвара, с применением гвоздики, и также три гельм от сибирского здоровья. Я в свое время употребляла и то, и другое средство. И хочу сказать, что разница, конечно, колоссальная. Но там и по составу оно идет, потому что у три гельма три степени, три стадии есть, а у тройчатки там немножко по-другому есть. Но не цель сегодня рассказать про эти средства. Про них отдельное видео есть, где я все рассказываю. Мы говорим сегодня о гвоздике. Очень хорошее средство для, например, антипаразитарки можно сделать самим. Больше он для профилактики используется, смотря какой степень заражения. Это корень имбиря перемалываем в блендере с гвоздикой. И смешиваем один к одному. То есть гвоздику, имбирь и мед. Можно просто сделать гвоздику с медом. Можно немножко добавить имбиря. Смотрите тоже по своему ощущениям. И вот этот гвоздичный мед, хорошо бы его положить в холодильник. Тогда он более приятный на вкус будет. Потому что вот этот гвоздичный мед, который даже есть в три гельм используется. Есть люди, которым очень он нравится. Есть люди, которые на дух его не переносят. С большим трудом его едят. Но если его положить в холодильник или даже в морозилку, то вот этот запах очень сильный убивается. Убирается, но лечебные средства остаются. И можно тогда кушать. Ну это такой вот лайфхак получается. Но на самом деле это достаточно приятное средство для профилактики. Да, вот антипаразитарный. Ну вот видите, сколько свойств я рассказала сегодня про гвоздику. Это далеко не полный перечень за все, что я сразу так вспомнила про нее. И конечно же, не заслуженно, когда просто там кладем пару бутончиков в суп или в мясо и больше нигде не используем. А с вами была Надежда. Надеюсь, видео было полезным. Подписывайтесь на канал, пишите вопросы, пишите комментарии. Пишите, что хотите еще разобрать, какие темы. До новых встреч. Пока, пока. Продолжение следует...